Всем привет, с вами Гера, и сегодня я снова выхожу из образа. Я уже записывал такое видео, и это получается у нас вторая часть. Прошлое такое видео я записывал на горе, но, как вы видите, в данный момент я сижу на диване, в данный момент я нахожусь на балконе, потому что на улице не очень хорошая погода, и поэтому я решил не идти на гору, но, думаю, вы не против. В прошлом таком видео я рассказывал о себе больше как со стороны человека, то есть со стороны Ильи, потому что, как я уже и сказал, а Гера это образ. И да, я не спорю, мой образ и моя настоящая жизнь, конечно, переплетаются, но, тем не менее, в жизни я немного другой человек, и я думаю, что вы это уже поняли по первой части такого видео. И в прошлом видео я не успел все рассказать, и поэтому я попросил, чтобы вы написали в комментариях, хотите ли вы, чтобы я записал вторую часть такого видео. И многие люди попросили, чтобы я записал вторую часть такого видео, поэтому в этом видео я вам расскажу, какие я очень большие ошибки допускал в своей жизни. Также расскажу еще немного про свое детство, потому что буквально на днях я узнал некоторые очень интересные вещи, про которые я не рассказал в первой части такого видео. И также еще хочу рассказать про друзей, про компании, которые у меня появлялись, особенно после 14 лет, потому что в прошлом видео я больше рассказывал про своих друзей именно из детства, с которыми я просто переставал общаться из-за того, что часто переезжал. В общем, досмотрите видео до конца. Хочу еще немного сказать насчет детства, потому что в прошлом видео я рассказал не все. Несколько дней назад я посмотрел всякие свои фото, всякие видео из детства, и знаете, что я понял? Я понял то, что у меня реально было счастливое детство. Дело в том, что я ничего не помню, что было 10 лет назад, что было там больше 10 лет назад, но по всяким фоткам, по видео я понял то, что семья была опять же со мной всегда, про это я уже говорил и в этом я убедился. И в принципе, я еще, кстати, заметил то, что я в детстве был очень активным. Я постоянно там бегал, постоянно играл в футбол, и я даже нашел видео, как я подтягиваюсь на турнике больше 10 раз. То есть, это просто для меня удивление, и я даже такого не помню. И это очень как-то странно, но тем не менее, чем старше я становился, тем меньше я выходил на улицу, тем больше я просто сидел за компьютером, тем меньше я гулял, тем меньше я занимался спортом, хотя спортом я в принципе особо много никогда и не занимался, но тем не менее, после перелома руки, я вообще не помню, сколько раз я пытался подтягиваться. Наверное, если даже я и пытался подтягиваться, то у меня получалось сделать максимум там, не знаю, один-два раза подтянуться, я не знаю, потому что перелом руки очень сильно повлиял на мою жизнь, и как раз сейчас про это и также про музыкальную школу я еще хочу рассказать. Итак, я уже записал видео и просто хочу записать такую небольшую вставку для видео. В общем, честно вам скажу, мне сложно, скажем так, выходить из образа, и поэтому мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на это видео, честно вам говорю, мне будет очень приятно видеть вашу поддержку. Спасибо. С самого детства я хотел стать ютубером и хотел стать музыкантом. Кстати, насчет того, что я хотел стать ютубером, я уже рассказывал то, что я даже когда не знал, что такое ютуб, я даже не знал вообще то, что он существует, я все равно постоянно хотел что-то записывать на видео. И даже по вот этим фоткам, по этим видео, которые я посмотрел с детства, я увидел и убедился то, что я действительно постоянно хотел что-то просто записывать на видео. Поэтому ютубером я реально хотел стать еще 10 лет назад, еще даже когда не знал, что такое ютуб. А также я хотел стать музыкантом. И у меня почти получилось это сделать, но в какой-то момент, по-моему, у меня было лет 14, в тот момент я уже играл на гитаре где-то лет 5 или года 4. Я уже точно не помню, опять же, многие вещи забываю, но точно помню то, что я играл на гитаре много лет. Я ходил в музыкальную школу. Я, честно вам скажу, достиг много чего. Я постоянно выигрывал на всяких конкурсах, постоянно участвовал, играл на всяких концертах. И как бы это по-чсвшному не звучало, но на гитаре я играл очень хорошо. То есть представьте, я вот был по гитаре, ну, допустим, к примеру, в классе, там, не знаю, четвертом или пятом, я уже точно не помню, но конкретно по гитаре. И я играл лучше некоторых людей, которые были там старше меня на 2-3 класса. Ну, конкретно в музыкальной школе, опять же. И я просто помню то, что я играл очень хорошо, и мой учитель по гитаре для меня был как друг, серьезно вам говорю. То есть я с ним просто мог общаться, постоянно мы там шутили, и это был хороший человек. Но в какой-то момент я допустил очень большую ошибку. Во-первых, я сломал руку, и это очень сильно повлияло на мою игру на гитаре, потому что где-то больше месяца я не играл на гитаре, потому что я сломал руку. И после этого я просто задумался насчет того, что я не хочу больше играть на гитаре. То есть, да, по-моему, мне было лет 14, но я опять же могу ошибаться, я много чего не помню. Просто если я в чем-то ошибся, простите меня, пожалуйста, но я точно помню, что я сломал руку, какое-то время не играл на гитаре, и потом я просто перестал видеть в этом смысл. И я допустил очень большую ошибку. Я решил бросить играть на гитаре. То есть, чтобы вы понимали, в какой-то момент, уже когда я мог играть на гитаре, после того, как мне уже там сняли гипс с руки, я мог играть на гитаре, но у меня начался, так сказать, подростковый период, или как это называется. И просто хочу вам сказать, не натворите глупости, которые я натворил в этом возрасте. Потому что в этом возрасте я начал задумываться о том, что так я могу просто взять и не ходить в музыкальную школу, и что мне кто скажет. И сейчас я понимаю, насколько это было глупо. Это было очень глупо, это было очень некрасиво, и я не знаю, почему я решил так сделать. Я просто не знаю, я мог добиться еще больше всего, я мог еще лучше играть на гитаре. И мне оставалось доучиться в музыкальной школе буквально один год. Извините, пожалуйста, что я показываю такие эмоции, но честно, когда я об этом вспоминаю, мне становится так стыдно, и я очень сильно себя виню, но что я могу с этим поделать? Это было несколько лет назад, и я просто постараюсь больше не допускать таких ошибок, и постарайтесь тоже не допустить моих же ошибок. Мне было очень стыдно перед учителем в музыкальной школе. Я когда ему позвонил, сказал о том, что я ухожу с музыкалкой, он мне не поверил, он подумал, что я шучу. Потом я ему сказал, ладно, извините, до свидания, я больше в музыкалку не приду, и он мне потом еще перезванивал, перезванивал моей маме, и он не мог в это поверить, и я сам сейчас не могу поверить, что я так поступил. Ладно, все, извините насчет моих эмоций. В общем, что я могу еще сказать? Да, насчет перелома руки, он, ну, перелом руки очень сильно повлиял на мою жизнь. Во-первых, это связано с музыкальной школой. Во-вторых, в принципе, я стал более физически неподготовленным, скажем так. То есть мне больно подтягиваться, и, в принципе, с рукой у меня до сих пор проблемы, хотя прошло уже несколько лет. Но, тем не менее, я надеюсь, что все будет нормально. Но вообще за всю жизнь я ломал руку и ломал палец на ноге. По-моему, по-моему, и все. Хотя, опять же, уже точно не помню, но точно помню насчет руки, насчет пальца на ноге. И вот конкретно перелом руки очень сильно повлиял на мою жизнь. Также хочу еще немного рассказать насчет моих друзей. После 14 лет я почему-то начал становиться более закрытым в себе. Я даже не знаю, с чем это связано. Вроде у меня было довольно-таки много друзей, и друзей появлялось все больше и больше, было больше всяких компаний, я там много гулял, и все было нормально. Но в какой-то момент где-то... Это было периодами. Я точно помню то, что где-то лет 15 с чем-то я просто долгое время не выходил на улицу. Я понимал то, что я вот могу пойти там с другом погулять, могу пойти там с компанией другой погулять, еще с кем-то погулять. Но я перестал выходить на улицу долгое время. Долгое время я не гулял, просто сидел за компом. Потом через какое-то время я снова стал больше гулять. Это мне было уже лет где-то 15-16. В данный момент мне 17. Но вот где-то в 16 и даже ближе к 17 я стал очень мало гулять. То есть были моменты, что я просто месяц мог не выходить на улицу, как я уже говорил, и сейчас я могу месяц не выходить на улицу. И это плохо. Я не знаю, что случилось, и что вообще на это повлияло, я не знаю. Но тем не менее... Вот я даже хочу сказать то, что несколько лет назад для меня понимание друг, оно было более как-то по-другому. То есть я не знаю, как это даже объяснить, но если меня несколько лет назад мог там, допустим, как-то поддержать мой друг, то для меня это действительно было очень важно, очень приятно. Сейчас я просто привык без поддержки жить. То есть если там друг меня какой-нибудь поддержит, ну, может мне будет приятно. Если не поддержит, ну, переживу это, в принципе, не так уж и страшно. То есть несколько лет назад я просто говорю то, что для меня действительно было очень важно, чтобы меня там какой-нибудь мой друг там, пускай или лучший друг, или просто какой-то друг, или какая-то компания, чтобы меня кто-то поддержал. Сейчас я могу жить без этого, и в принципе я научился справляться со своими проблемами, со своими мыслями сам наедине с собой. То есть, скажем так. Но это не значит то, что мне все равно на друзей. То есть нет, у меня есть друзья, у меня до сих пор есть какие-то компании. Конечно, с многими я перестал общаться, с многими я перестал гулять, но, тем не менее, друзья у меня есть, и, возможно, некоторые друзья даже смотрят это видео, и те люди, с кем я действительно дружу, знают об этом. Ну, а те, с кем я перестал общаться, там, год назад, или два года назад, те сами понимают, то, что в какой-то момент я перестал быть для них интересным, и они для меня перестали быть интересными. Так бывает. Также хочу еще сказать про свои мечты и цели, которые просто исчезли лет в 14. Не знаю почему, но... То есть, опять же, если раньше я мечтал стать музыкантом, я мечтал стать ютубером, то как бы ютубером я стал, то есть цель выполнена, скажем так. А насчет музыканта, ну, я уже рассказал. К сожалению, не получилось. И это абсолютно моя вина, моя ошибка. Главное, не допускайте моих ошибок. В данный момент у меня нет никакой такой, знаете, мечты, нет никакой прям сильно большой цели. Наверное, какие-то цели есть у каждого человека. Просто бывает такое то, что есть прям цель, которую вот человек пытается добиться этого, пытается там прям вот сильно старается. А есть какие-то цели очень такие легкие, скажем так, и поэтому сильно каких-то масштабных целей у меня в данный момент нет. В принципе, все, что я хотел рассказать, я рассказал. Конечно, много чего я мог еще вспомнить и рассказать вам, но видео и так уже получается довольно-таки долгим. Возможно, я когда-то запишу еще третью часть, но попозже. Но в любом случае, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я записал еще третью часть, где просто вот так вот перед камерой буду вам рассказывать о своей жизни. И, возможно, когда-то еще такое запишу. В общем, спасибо всем за просмотр моего видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. И да, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на это видео, потому что... Потому что я рассказал вам больше о себе. И всем пока!